За время войны очень многое поменялось, однако есть вещи неизменные. Например, кумовство, коррупция в российской армии, а также безалаберность ее генералов. Сегодня мы поговорим про прилет по Иловайскому полигону, полигону, где операторы дронов проходят свои экзамены и где их обучают. Собственно, этот прилет произошел 24 января и унес жизни более 20 российских операторов дрона, которые являются, безусловно, комбатантами. Большая потеря для российской армии, большой успех украинской стороны. Причем схема классическая. Слили данные, где они будут находиться. Они находились на открытом полигоне, без маскировки, без всего, в зоне поражения врага. По ним прилетели джималерсы, запущенные из хаймарсов, и все. Шансов выжить нет, ничего нет, ответственных и виноватых нет, все как всегда. Но у этой истории есть и второе дно. Вообще, я бы мечтал, чтобы среди вот Z-каналов, Z-СМИ существовали, ну, знаете, какие-то относительно независимые здания. Ну, вот как Стрелков, только какой-нибудь СМИ. Потому что в российской армии, вообще в этом всем же богадюшнике Z-овском, там же попилы гигантские. Некоторые собирают гуманитарку, выбрасывают на помойку. О чем я, возможно, в ближайшее время расскажу, раз уж Z-каналы не хотят с этим разбираться, придется мне. А кто-то просто огромные деньги забирает от Минобороны и нихера полезного не делает. И как раз судоплатовцы, это одни из них. Вообще, там очень длинная история, в которую погружать вас отдельно сегодня я не хочу. Если в двух словах, то, значит, была такая, ну, организация, что ли, такое, практически частное предприятие судоплатовцы, судный день. Значит, они начали обучать дроноводов и производить дроны. В итоге на них обратили внимание Минобороны, уж не знаю, по каким каналам, и завалили их деньгами. И теперь эти судоплатовцы производят огромное количество дронов. Но есть ряд проблем, о которых писали, в том числе, и крупные каналы. Во-первых, из-за того, что Минобороны отдало почти все бабки на дроны им, в итоге производят одну конкретную модель, причем не очень эффективную. Это первая проблема. Вторая проблема, это то, что судоплатовцы дают свои дроны подразделения под отчет в виде картинки. То есть, если вы не можете обеспечить картинку, как дрон кого-нибудь поражает, то вам не дадут в следующий раз дроны. Поэтому боевой эффективности предпочитают показуху. Это жалобы, собственно, российских Z-каналов и Z-военных. И в этом контексте, конечно, потрясающая история. Ну, то есть, гигантский попил бабла, очень эффективный, мы очень все это поощряем, долгих вообще лет жизни судоплатовцам и процветания. Однако обучение дроноводов там действительно происходит неплохо. И действительно, они выпускают большое количество операторов дронов, которые впоследствии представляют большую опасность для ВСУ. Поэтому уничтожение, собственно, этих судоплатовцев и их выпускников, это очень хорошая новость, которую без энтузиазма восприняли в Z-кругах. Поражаясь тому, что уже два года идет война, но так и не научились командиры выстраивать, собственно, нормально систему, при которой у тебя нет открытой территории военных, которые просто стоят и в котором просто прилетают. Эта история еще интересна и тем, что, ну, явно были продемонстрированы лоббисты, собственно, те, кто за деньги попытался отмыть, значит, вот этих самых судоплатовцев, ну, за деньги, я не знаю, или по знакомству, по дружбе, хотя там почти всегда в этой среде все за деньги, отмыть и сказать, что вы знаете, а никто ни в чем не виноват. Ну, так случается, ну, просто подохли больше 20 человек на полигоне. Опять же, очень хорошо, что есть такое отношение среди Z-каналов, что готовы продаваться и продавать, что готовы брать деньги и за эти деньги, собственно, рассказывают, что прилеты по российским солдатам это нормально. Я это очень поддерживаю, собственно, пусть так и продолжается. Но сегодня давайте с вами ознакомимся с реакцией Z-каналов на происходящее, с тому, как они удивляются и как они признают, что ничего не меняется в российской армии и не поменяется в самом обозримом будущем. Вы на канале Майкла Наки, сегодня вас ждет порция отборного Z-найтья, поэтому не забывайте поддерживать лайком, комментарием, подпиской, ну и поддерживать на Патреоне этот канал. Это тоже довольно важно для того, чтобы здесь продолжали выходить регулярные выпуски. Итак, в первом сообщила по происходящим Роман Флайт. Донецкая Народная Республика, Россия. Удар СЗО Хаймарс ВС Украины по скоплению операторов БПЛА. Удар, со слов бойцов, оказался возможным по следующей причине. Начальник курсов проекта «Судный день» судоплатов с позывным, дальше, ну, звездочками запикан позывной, не знаю для чего, разослал без какой-либо проверки через бот незнакомым людям координаты, куда приезжать на подготовку. Прилетели хеймарсы, есть погибшие. Сейчас руководство проекта «Судоплатов» пытается замять ситуацию и назначить крайних из погибших. И данная ситуация не уникальна. Никого, кроме них, на полигоне не поразили. Ну, то есть, еще раз, через Телеграм всем желающим разослали адрес того, где это будет происходить. Естественно, за сходку пришли хаймарсы. Хроники оператора БПЛА показывают опубликованные кадры, опубликованные украинской стороной нанесения удара и высказывают, ну, не то чтобы свою версию, свою оценку произошедшего. Противник опубликовал кадры удара по точке сбора, на которой должна была происходить сдача экзамена предположительного проекта «Судный день». Ранее Романов заявлял, что удар был нанесен с применением РЗО «Хаймарс». Причину удара он заявил халатность в назначении точки сдачки. Информация по этому поводу подтверждается от нескольких моих знакомых. Халатность была проявлена со стороны проекта. Вроде бы воюем уже почти два года, мозгов не прибавляется. Из беседы было выявлено следующее. Первое. На этой точке проходило несколько экзаменов, а скорее всего и несколько десятков экзаменов. Второе. Координаты точки сбора присылались в Телеграме. А как я понял, записаться мог туда любой желающий. Но это не точно. Поправьте меня, пожалуйста. Третье. Ну и конечно, на видео видно, как несколько машин стоят в ряд. Думаю, что и люди кучковались. Но это я не считаю проблемой, поскольку чем дальше находишься от ЛБС, тем чувство страха больше притупляется. Хотелось бы узнать следующее. Кто виноват в том, что координаты давались почти любым желающим? Кто виноват в том, что экзамен проходил несколько раз в одной и той же точке? Кто понесет ответственность за проявленную халатность? Какие выводы будут сделаны из этой трагедии? Из положительного они хотя бы признали, что произошла трагедия, и скорбят, и принесли извинения членам семей. Никто не понесет ответственности, никто не признает, что были допущены косяки. Я вас в этом уверяю. Не очень уважаемые, но тем не менее пользователь хроники оператора ППЛА, точнее телеграм-канал. Я, ребята, два года за вами слежу. И поверьте мне на слово, ничего никто по этому поводу не сделает. Особенно учитывая, что этот проект плотно сидит на подрядах от Минобороны. Он будет и дальше проводить, я вам больше скажу, экзамен таким способом. И это замечательно. Я это всячески поддерживаю. Надеюсь, еще больше дроноводов потеряет Россия. Ну а если вы собираетесь стать дроноводом и думаете присоединиться к какому-нибудь проекту, то, ну, слушайте дальше. Слушайте внимательно оценке происходящего и вероятность того, что что-то в российской армии поменяется. Два майора пишут. ДНР. Опять построение. Опять несоблюдение мер конспирации и собственной безопасности. Опять сбор людей и автомобилей в кучу на полигоне. Результат страшный. Зачем написали? Чтобы людей в зоне досягаемости вражеских средств поражения не строили. Мы, товарищи, не с украинцами воюем во многом. С собственным раздолбайством. Сейчас все бегают, задница в бумагой прикрывают, пальцами тыкают. Людей только это не вернет. Но может хоть кто-то прочитает, хоть кто-то раз башкой подумает, значит, не зря писали. А следующий пост как раз от человека, который думает башкой, но он рассказывает, насколько эффективно это в том, чтобы предотвращать такие случаи. Телеграм Русварк пишет. Много новых сегодня телеграм-каналов, потому что, собственно, все, что связано с дронами, это отдельный, можно сказать, Z-сегмент. Вообще вот эти вот конюшни, они бесконечные. Ну, то есть, в Z-среде довольно много разных каналов по разным тематикам. Есть авиационная, есть дроноводческая, есть артиллерийская, есть десант, есть цепсошные каналы. Вот. И поэтому следить за всем этим довольно непросто. Есть несколько людей, которым я доверяю. Это... И доверяю по этому поводу. Это я. Это Ваня Филиппов, канал на Западном фронте без перемен. И Маша Борзунова, но она больше любит, что называется, такую полуофициальную пропаганду. А вот в этом дерьме, пожалуй, ну, мы с Ваней ковыряемся больше всех. Вот. Если вы знаете еще какие-то проекты, которые активно следят, то напишите... А, кстати, знаете что? Напишите мне в личку, если вы хотите, может быть, у вас есть желание, поволонтерить, что называется, если у вас есть возможность, помониторить эти каналы и рассортировать их, и посты оттуда. Это бы сильно помогло мне в моей работе. Вот. И, может быть, вам бы было тоже полезно и интересно. Короче, напишите мне в личку. Вот. Первое задание — найти мою личку. Это не очень сложно. Вот. Но если вы с ним не справитесь, то вы не подходите. Напишите мне в личку, если у вас есть такое желание. Может быть, мы с вами как-то попробуем посотрудничать на волонтерской основе или, может быть, даже на возмездной. Вот. Потому что мало, мало специалистов в этом направлении. Мне кажется, очень зря. Потому что это направление перспективно. Оттуда можно получать довольно много информации. Потому что они все друг другом воюют постоянно. И самое классное — это когда они начинают воевать друг другом и сливают компромат. И в этом смысле вот этот кейс с судоплатовцами тоже хороший. Потому что многие телеграм-каналы начали... Многие Z-каналы начали фактически разоблачать этих судоплатовцев и как там все устроено. Но об этом чуть позже. Итак, что происходит, когда ты примерно понимаешь, что не надо строиться на открытой территории в зоне поражения противника и пытаешься это объяснить другим людям? Вот об этом как раз пишет телеграм-канал «Русварк». Слова о том, как снова не надо делать или к чему приводят руководство армии гражданскими людьми. Как написали уважаемые два майора о случившемся, могу сказать следующее, что лично был свидетелем данного происшествия и присутствовал в непосредственной близости от прилетов. Так как я и мой личный состав были первыми свидетелями, то у меня не было никакого желания сразу трубить об этом тревогу в телеге. Мы были ближе всех, а я так вообще стоял и разговаривал с бойцом. Снимать красивые фоточки и рассылать их всем не было никакого желания, это была бы радость нашему врагу. Правильно сказал белорусский силовик, что тут появляются какие-то личные мотивы, а жизни пацанов обычных не вернуть уже. Самое главное, что мой личный состав успел среагировать и был прикрыт. Конечно, сразу начали оказывать хоть какую-то помощь по мере возможности, но ситуация была тяжелая, учитывая то, что третью ракету сбили в воздухе над людьми. Прилет был точный и теперь к самому главному. Боец, командир, кто угодно, если ты это читаешь, пойми раз и навсегда, неважно где ты находишься, на ЛБС, в тылу, в поле или другом месте, никогда не ставь машины и личный состав рядом. Если твой командир сказал надо, то есть так точно, никак нет и поставил так, как правильно. Всегда маскируй позиции и подходы к ним, даже если ты где-то в тылу. Рассредотачивайтесь и держитесь укрытий, ждунов очень много. Почему это произошло? Еще рано утром я подошел к бойцам и спросил, откуда они, кто старше. Подойдя к инструктору, уточнил, кто он и их цель. Сразу же сделал замечание, что нельзя на данной точке стоять с таким скоплением и в открытой местности. В обед они переместились уже на место трагедии и произошло то, что произошло, потому что товарищ инструктор не знает или ему пофиг, что такое маскировка и укрытие личного состава. Все стоят с телефончиками в одной куче и считают снежинки. Вот и произошел добрый вечер, потому что всем насрать, никто не думает своей головой, стадный инстинкт. А ну если сказали, идти сюда, значит иду. А всему виной пофигизм и расслабленность. Не составило бы труда спрятать машины, рассредоточить личный состав и дальше проводить занятия по мере возможности. Ситуация уже не в первый раз. В сентябре уже был подобный очень трагичный личный для меня случай. Не доводите до того, чтобы вами командовали гражданские, которые не понимают обстановку. Это касается отдельных подразделений, отрядов и тому подобное. Думайте головой, мужики вас ждут дома. Разбираться будут компетентные органы, но не допускайте свое скопление и демаскирующие признаки. Враг не дремлет и он все видит. Думайте всегда головой, а не расслабленной жобой. Победи страх, победишь смерть. Рекомендует Рус Варк. Ну, собственно, учитывая, что если за два года это не произошло, то я сильно сомневаюсь, что произойдет и в дальнейшем. К общему, что называется, счастье. Белорусский силовик отдельно сетует на то, что закончусь уже силой и возможности повторять все время одно и то же. Ребят, пишет он, не кидайте мне, пожалуйста, новости про прилет на полигоне. Об этом не стало известно, к сожалению, почти сразу после происшествия. Там погибли пацаны, которым мы помогали каналам. Очень жаль, что командиры-дегенераты, не обучаемые, АСВ стало местом реализации личных амбиций и зарабатыванием бабла на крови обычных мужиков. Семьям мои искренние соболезнования. Хотел бы извиниться за всех офицеров, из-за которых они больше не увидят своих сыновей, мужей, отцов. Очень странно, что ограничивается обычно это все голбоебыми офицерами. А не хотите извиниться за Путина и в целом российскую армию? Ну, которая буквально пришла на территорию чужой страны и там убивает людей. Типа, это нормальный, по-вашему, план? Ну, то есть, если бы Россия этого не сделала, если бы Россия не вторглась в другую страну, причем ни в 14-м, ни в 22-м, ничего бы этого не было. Ни одной смерти. Ни одного человека бы не пострадало и не умерло, если бы Путин в 14-м году не захватил Крым. Не было бы тысяч, десятков тысяч смертей и сотен тысяч ранений, если бы этой войны не было. Война эта не ведется в интересах России. Война эта не ведется в интересах российской армии. Российская армия за два года этой войны стала гораздо слабее, чем была. Все это ведется в интересах российской власти, которая и гонит людей на убой. Собственно, тысячи, десятки тысяч россиян погибают в этой войне и убивает людей на территории другого государства, нарушая все возможные моральные и юридические законы. За это извиниться никто не хочет. Но нет, тут хватает только на то, чтобы мы хотим эффективнее совершать преступления и чтобы нам за это ничего не было. Рапортует Z-канал. Ну вот с такими людьми, с такими ценностями приходится бороться Украине за собственное выживание. И мы с вами, естественно, должны ей в этом помогать. Особенно сейчас, когда ситуация на фронте непростая. Поэтому продолжаем с вами, безусловно, сборы. Вот здесь еще один сбор на 24-ю бригаду для покупки им техники. Собственно, подробности сбора по ссылке. Вот этот QR-код, вы по нему можете перейти или ссылка в описании. Сбор большой, собрать нужно много. Поэтому вот если вы какой-нибудь обеспеченный человек, который ждали хорошего случая, этот случай настал. Но важны каждые пожертвования. Я смотрел предыдущие сборы. Как раз нет каких-то суперкрупных пожертвований. Есть просто большое количество пожертвований от вас. И большое вам за это спасибо. Собственно, напоминаю, что не делайте этого, если вы находитесь в России. Потому что тогда вам грозит уголовное дело. Если вы находитесь за рубежом, если вы находитесь в Украине, то, пожалуйста, вот ссылка для сбора. Давайте вместе поможем Украине защитить себя, своих родных и близких от фашистской оккупационной армии. Ну а мы продолжаем с Z-каналами. Z-канал Триплекс также жалуется, что погибли те, кому они помогали. Будем кратки. Трагедия у судопладовцев забрала нашего товарища, которому помогали. Вероятно, многие, кто с нами достаточно давно, помнят его по «На связи» Хан. Больше мы этого не услышим. Хана-командира, основателя проекта Дул Кын, больше нет. У него остались жена и двое детей. Младшему нет и года. Второй год войны на излете, а безалаберность в мозгах так и не искоренена. Ее цена — человеческие жизни. Наказание для виновных в трагедии, унесшей жизни 24 бойцов, не просим. Виновным теперь с этой несмываемой кровью на руках жить. Трудно найти более страшное, защищенное наказание, чем эта вечная память павшим. Ну, слушайте, там крови у всех на руках, в том числе у так называемых павшим, у Хана, которому Хана, столько, что как бы 24 человека больше, 24 человека меньше. Не думаю, что это сильно что-то изменит. Но отличительная черта именно этого прилета, которая меня не то чтобы поразила, но насколько же бескрайне лицемерие вот этих вот и продажность этих Z-гнид. Потому что помимо вот традиционных постов, что типа ну сколько можно одно и то же, опять погибли солдаты и прочее, целый ряд телеграм-каналов пошел защищать судоплатовцев. Причем тех, кто обычно защищает, скажем так, очень сомнительные фигуры. Ну, например, Анастасия Кашеварова, защитница всех, за кого платят деньги. Кадыровцев, Володина, вообще всех. Генералов отдельных. Она готова защищать кого угодно за звонкую монету. Ну, а может, по привычке. Хрен ее знает, но я думаю, что за звонкую монету она довольно плотно интегрирована в систему Министерства обороны. Она ровно та, кто занимается аккумуляцией негатива жены и родственниц мобилизованных и рассказываем им, что все хорошо, подождите, все решим. Да, именно на нее Миноборона это все завязала. То есть она очень плотно включена в эти структуры. И поэтому она написала большой оправдательный, ну, как относительно, большой оправдательный пост судоплатовцев, из которого следует. Что в том, что людей построили на открытой местности и по ним прилетело. Никто не виноват. Ну, просто вообще никто. Так, так случается, так происходит. Вот что она пишет. Хайморс прилетел по полигону в Донецке, где проводили учебу по управлению БПЛА судоплатовцы. Погибли курсанты-инструктора. Я не хотел об этом писать, как и многие ребята, ждала, что официально уже скажут, но информация стала просачиваться, причем с контекстом бизнес-интересов и злорадством. Мол, вон у этих фопивы поставщиков с безопасностью все плохо. Это не так, пишет Кашеварова. Я уважительно отношусь ко всем разработчикам, но так получилось, что судоплатовцы получили поддержку от Министерства обороны России, потому что ножками ходили, оббивали пороги, защищали свою продукцию. Очень, очень я хочу посмотреть, как вот невероятным усилием они добились поддержки от Минобороны, а не как просто какой-нибудь знакомый брат-брата, блин, батя-генерал или еще что-нибудь такое, все это просто пропихнул на гигантские контракты. Данной трагедии как раз нет виноватых, пишет Кашеварова, не поверьте. Мне ее позиция близка. Я за то, чтобы такое не наказывалось и чтобы никто вывода не делал. Тогда еще больше российских дроноводов, которые в фашистской армии участвуют в убийстве украинцев, будет оканчивать свой жизненный путь гораздо быстрее, чем надо. Лучше бы на скамье подсудимых, но так тоже пойдет. Данной трагедии как раз нет виноватых, пишет Кашеварова. У судоплатовцев сотни групп, разные полигоны. И кто на фронте знает, что секрет местной дислокации может следить кто угодно. И местные могут, и неместные, и по телефонам, и разведка хорошо работает у ВСУ. И до Белгорода ракеты достают. Это война. Есть дебилизм, когда собирают концерты, загоняют кучу людей. А есть то, что ты не в силах контролировать. Держитесь, ребята, будет судный день. Еще раз, что ты не в силах контролировать, это когда у тебя машины и люди стоят в одном месте. И в случае прилета к херам просто все уничтожается. То есть ты не можешь контролировать местоположение машин и людей. Не можешь их сосредотачивать. Мне нравится подход. Я надеюсь, что и дальше не смогут контролировать. Отвечает ей роман Сопаньков. Анастасия, мы, к сожалению, давно привыкли, что из-за ошибки людей в погонах могут погибнуть десятки человек. Например, когда один мудак паркует колонну в зоне видимости украинского крылатого беспилотника и не выпускает людей из машин. Это речь идет о Теплинском и о крынках, когда собственно из-за маневра Теплинского охерительного был удар по российской колонии военной и погибло 76 российских солдат. Речь об этом, насколько я понимаю. Но спускать такое частникам, которые зарабатывают на бюджете, извините, не хочу. А военным, видимо, можно. Ладно, и так сойдет. А теперь представьте, что коммерсант своей халатностью убьет 24 человека, а вы будете писать что-то типа «Ну, подсели они на госбюджет, ну так это потому, что они умеют пробивать тему, и вообще давайте морально поможем коммерсанту, ему и так тяжело». Что-то мне подсказывает, что после гибели такого количества народа в бизнес-проекте коммерсанта он бы уже сидел в СИЗО, а по всем каналам летели бы лучи осуждения и требования наказать. И судоплатов — это чисто коммерческий проект, они ничего не имеют общего с волонтерством. Это, как всегда, у нас и бывает. Какие-то люди за счет связи получили госбабло и начали давить всех остальных. Это я не пишу подробности про качество их дронов. Но желание заработать денег привело к гибели 24 операторов ВПЛА, которых и так на фронте днем с огнем. Я бы в Ростове не рискнул собираться толпой в 40 человек, особенно людей, за головы которых назначена награда. Ну а тут, соответственно, в оккупированном ДНР. Отвечает Кашеварова и телеграм-канал «Месть Доброй Воли». По твоей вине или в вине твоих подчиненных погибли люди. Первое. Если ты военный командир и у тебя нет лярда, то тебя будут хуйнили. Второе. А если на госпотряд засел плотно, то это война, и ты не в силах это контролировать. Тьфу на вас. ПС ножками с кабинетами на вороны могут попасть не только лишь все, отмечает канал «Месть Доброй Воли». В защиту судоплатовцев и в защиту священного права собираться на большие построения большим количеством людей для того, чтобы по вам было удобнее бить ракетами, выступил на телеграм-канал Владлен Татарский. Я, кстати, не знаю, кто его сейчас ведет. Как-то упустил этот момент. Надо спросить у коллег. Потому что, насколько мне известно, Владлен Татарский как раз принимал судоплатовцев в аду. Ну что ж, все молчат. Тогда я скажу про судоплатовцев. Все, что сейчас связано на фронте с ВПВ-дронами, началось с подачи Максима. Ну, конечно. Когда-то русский беспилотник написали в обратную связь Максима и закрутилось. На данный момент было обучено и обеспечено более тысячи групп. На свои деньги было изготовлено 40 тысяч дронов. Пока все сидели молча, парни бегали по кабинетам и обивали пороги. Это все было сделано за кратчайший срок. Объединив усилия, создали проект судоплатов. Парни вложили свою душу. Совместными усилиями была проделана колоссальная работа. Они номер один в производстве дронов. Сейчас хорошо это все развито. И если ты сможешь предложить что-то лучше и дешевле, как говорится, добро пожаловать. Но такой объем и такого качества никто предложить не может. Также проект судоплаты вкладывает в гуманитарную помощь миллиарды рублей. Своих рублей. Вы можете убедиться, посмотрев канал судоплатов. Да, это война. Да, на полигоне погибли люди, бойцы. Но это не позволяет вам, господа хорошие, сейчас стаптывать в грязь организаторов, которые 24 на 7 на протяжении 9 месяцев работали на благо Отечества. Им же отвечает канал Месть Доброй Воли. В настоящее время в этой фразе слово «своих» речь идет про миллиарды, явно лишнее. Кто в теме, тот знает, о чем мы. А миллиардов не лишнее. Нет, никто из находившихся в здравом уме не хочет перечеркивать заслуги проекта судоплатовцы. Они огромные, но так тупо и дешево отмазывать. Не умеешь, не встревай. Наказание организатора, чтобы не было подобного впредь, должно быть неизбежным. Ну, я в очередной раз скажу, что ничего неизбежного в российской армии не бывает. Вообще, надо сказать, что регулярные прилеты по российским полигонам уже даже не становятся новостью, особенно для больших Z-каналов. Мы видели, что 2023 год, ну и, соответственно, как продолжение 2024-й, характеризуются очень несмелыми попытками Z-каналов хоть что-либо рассказывать. То есть большинство Z-каналов, особенно крупных, уже перестали быть источниками информации даже для Z-аудитории. Ну, например, какой-нибудь. Пегов, Сладков, Поддубный. Ну, их больше никто не читает. Ну, просто потому, что там нет ничего, кроме перепечаток Коношенкова в собственной интерпретации. Они уже там давно и Харьков взяли, и Авдеевку захватили еще в октябре. И что там только нет. Ну, то есть читать это может только, не знаю, какой человек. Зачем? Да, там нет ничего. Можно с тем же успехом слушать Коношенкова. Да, конечно, к концу 2023 года, начало 2024-го, многие вообще зрители и слушатели даже не Z-зглядов начали забывать, что российская армия врет и врет почти всегда. И поэтому мы не читаем Z-каналы для того, чтобы из них узнавать некоторые правдивые крупицы информации. Z-каналы ничего не могут знать про армию Украины. Когда они рассказывают, что там происходит в украинской армии, что там происходит в украинской политике, это не более чем просто мусор, который можно выкидывать, потому что, ну, откуда у них эти представления? Мы знаем их интеллектуальный уровень, он виден по другим постам. Особенно примечательно, когда Z-каналы пишут на какие-нибудь другие отвлеченные темы. И вот там, конечно, видно, что как бы, ну, если бы вы такого человека встретили, я не знаю, в университете, в школе или еще где-то, вряд ли бы вы долго совместно приучились, потому что его бы либо на второй год оставили, либо вообще выгнали и куда-нибудь бы отправили, я не знаю, в класс коррекции. Ну, потому что эти люди, они не способны к логическим рассуждениям и всему остальному. Однако, чем они полезны? Они полезны тем, по крайней мере, раньше были, что сообщают неофициальную информацию, ну, то есть о реальном состоянии. Например, там, стволов, рассказывая, что есть большие проблемы с артиллерийскими стволами, которые требуют перестволовки, а их просто нет. С качеством боеприпасов, например, когда мы говорим про прибывшую из Северной Кореи артиллерию, точнее, артиллерийские боеприпасы, и что там внутри? Там внутри полная жесть. Когда они говорят про мясные штурмы и рассказывают, что, собственно, огромные потери у российской стороны, и никто с этим ничего не делает. И когда они рассказывают, конечно, про прилеты по российским полигонам. Однако, спустя два года войны появилось две особенности. Особенность первая. Это наказуемо. Ну, то есть, когда ты начинаешь рассказывать что-то, что очень не нравится российскому Министерству обороны, тебя ждет не самая завидная участь. На тебя могут начать давить, тебя могут начать предупреждать, а то и вовсе посадить. Собственно, с этим столкнулся Игорь Стрелков-Гиркин. Иногда тебя можно убить, например, если ты Евгений Пригожин. Но, собственно, дураки-то, конечно, есть среди Z-каналов, но не настолько, чтобы испытывать на прочность судьбу и свою удачу. Поэтому они стараются избегать тем, из-за которых можно получить по шапке. Например, вспомните за последние полгода хотя бы один пост в каком-нибудь крупном Z-канале, критикующем Шайгу или Герасимова. Причем можно по поиску найти, что раньше в этих телеграм-каналах такие посты были. Однако сейчас их нет. И это не потому, что все в управлении стало сильно лучше. Когда мы смотрим на реальную картину и слушаем видеообращения от самих солдат, или просто смотрим на карту и смотрим на продвижение России, видно, что ничего особо не поменялось. Более того, когда мы смотрим на видеокадры с российскими потерями и их количеством и масштабом, мы видим, что по некоторым направлениям даже стало хуже, потому что российская армия подрасслабилась. Однако никакой критики Герасимова, уж тем более Шайгу в Z-каналах вы не встретите. Ровно потому, что это стало наказуемо. Ну а второй момент, это что они, ну, надоело. Ну то есть, когда у тебя первый прилет Хаймарса по какому-нибудь, например, построению парадному, ты пишешь там просто, когда был первый, я помню, это было спустя 2-3 месяца после поставки Хаймарсов, да, потому что сначала Хаймарсы били по складам, потом начали бить по, собственно, уже скоплениям живой силы. Когда это были первые прилеты, там просто такой вой стоял на весь Телеграмм, просто от всех неделю это обсуждали, призывали покарать и прочее, никого, конечно, не покарали, но тем не менее, значит, да, вой стоял масштабный. Дальше все дальше, с каждым новым случаем, а их только на моей памяти уже было под десяток, энтузиазм остывал. Потому что, ну, а какой смысл писать, рисковать собственной жопой, да, рисковать деньгами, что Минобороны снимет тебя с довольствия, еще чем-нибудь рисковать, чтобы что? Чтобы ничего не добиться. Сейчас остались единицы. Более того, нынешняя история вот с судоплатовцами на самом деле пишут не только и не столько Z-каналы обычные, а те, кто как-то интегрирован в дроностроение. Ну, то есть, на самом деле, опять же, большая тема, не знаю, как-нибудь, может быть, ее оформлю. Там же все со всеми дерутся, причем не на жизнь, а на смерть, за господряды Минобороновские. Некоторые из позиций, что типа, вы знаете, из-за того, что Минобороны все яйца сложили в одну корзину, из-за этого дроны получаются некачественными. Более того, украинцы, поскольку теперь один, ну, один тип дронов превалирует на поле боя, научились их блокировать. И, в общем, все это стало невероятно неэффективно. Кто-то с этих позиций, например, рыбарь критикует, а кто-то с позицией, что, значит, судопладовцы, они охренели в край, они работают на показуху, и вместо того, чтобы реально снабжать подразделения дронами, они снабжают те подразделения, которые готовы записывать красивые картинки. И есть третий, производители дронов, которые рассказывают, как из-за того, что, значит, вот все пространство заняло судопладовцами, они не могут получить необходимой поддержки, а у них какие-то некоторые невероятные разработки. Ну, вот как пример, просто затравочка, я не знаю, пост вот от 19 декабря от Сапанькова, да, который он писал. В последнее время из войск идет большой поток жалоб на судопладовцев. Основной посыл требует показухи с ударами по технике, игнорируя реальную боевую необходимость. Например, когда несколько дронов нужно загнать в дверь блиндажа, чтобы штурмовая пехота успела сблизиться, снижая потери. Есть и другие, более вопиющие факты, но пока их публиковать не будем. Уверен, это болезни роста любой организации, они будут устранены со временем. В целом же, дроны судопладовцы работают и приносят результаты, и никто не полез бы в их внутреннюю кухню, если бы не многочисленные от земли, и появился кураж на фоне успехов. Примером там и является проведенный скрин рассылаемого текста. Я уже молчу, что 150 тысяч купленных за свой счет дронов — это более 4 миллиардов рублей. Неплохие такие, собственные средства. Я уже молчу про упоминаемый в тексте перелом в войне благодаря дронам судоплатова. Но просить коммерсанту звезду Героя России, ну, братцы, это перебор. Возможно, это вброс, возможно, к этой инициативе никто из судоплатова отношений не имеет, но тогда ждем официального опровержения. Официального опровержения, само собой, не последовало. В любом случае, мы видим, как обстановка там накаляется, и чем дольше идет война, тем больше включаются типичные российские механизмы. Попил, коррупция, кумовство и противостояние друг другу. Мы с вами это все горячо поддерживаем. Надо сказать, что в последнее время этого так много, так много Z-каналов грызутся друг с другом, что я даже не то, что не успеваю все это освещать, собирать все это не успеваю и не до конца понимаю, какие из этих историй стоят вашего внимания, какие не стоят вашего внимания. Поэтому напишите в комментариях, в принципе, насколько вам кажутся важными такие истории для понимания происходящего, как вам кажется, имеет ли смысл о них рассказывать больше или меньше. Ну и понятно, что помимо очевидного профита этих историй, что под Z-нытье я всегда делаю сборы для ВСУ теперь последние три, по-моему, месяца. Но есть и другая история, это понимание механизмов, как это устроено. И, может быть, люди, скажем так, принимающие решения, обратят внимание, ну, не в России, в Украине, потому что в России бесполезно, два года одно и то же видим, в Украине, например, или на Западе, и будут знать, на какие точки можно надавливать еще сильнее, и где у России уязвимые места, где у российской армии уязвимые места. И в этом смысле возможно, что называется, расширять раздор и давить на болевые точки может быть довольно эффективно. А может и нет, черт его знает. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вы считаете нужным. Я эти истории нахожу, во-первых, очень примечательными, интересными информационно, во-вторых, показывающие проблематики, на которые можно давить, ну и в-третьих, сборы, конечно, тоже очень важно, потому что чего греха таить, Z-нытье, она у вас, эту рубрику многие любят, и многие готовы, так сказать, от Z-нытья повышающего настроения, на повышенном настроении перекинуть какое-то количество денег на сборы для ВСУ. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорой встречи, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok